Кран накренился. Фактически кран потерял устойчивость. Треснула одна лапа. Сегодня, значит, сейчас специализированная компания, которая обеспечит работу крана этого, она занимается укреплением этой лапы для того, чтобы поставить его в устойчивое состояние. После того, как они придут от работы, нам будет ясно дальнейший алгоритм действий. Сегодня все зависит от тех людей, которые работают с краном. Они заварят лапу, выставят кран вертикально, вероятно, да? Да, если он будет в устойчивом состоянии, после этого они придут к его разборке. А если он будет по-прежнему неустойчив, то будут ожидать технику из Москвы, огромный кран, который будет этот кран? Который будет фиксировать его в вертикальном состоянии. Ориентировочно сколько на все это уйдет времени? Это все зависит уже от специалистов, в том, что мы сейчас не можем сказать. Они работают непосредственно там, и нам пока не дают никакой информации, потому что работают технически. А ночью будут какие-то работы производиться? Обязательно. Но в любом случае, наверное, раньше завтрашнего полудня не завершится это? Нет, 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 это точно. Потому что работ очень много, и только при тот момент, когда мы убедимся в своем техническом состоянии, можем там принимать какое-то решение. Но его окончательное решение по этому крану – это его полная разборка? Обязательно. Его в любом случае хотели разбирать, как я понял? Да, он закончил практически свою работу, его надо разбирать. Он сегодня делал, со слов строителей, но должен был сделать последние подъемы. И люди, люди эвакуированные, что с ними так? Люди, которые находились в течение дня дома, мы их расселили в гуманитарном институте, они обеспечены едой, теплом, и сейчас решаем вопрос об устройстве на ночь. Вопрос уже практически решен, но мы не знаем, сколько народу необходимо будет расселить, когда мы получим все данные, когда люди придут с работы, после этого мы дадим окончательную цифру. А ориентировочно можно сказать, где они будут расселены? Ну, это будут какие-то достаточно комфортабельные условия? Нормальные для проживания хорошие условия – это гостиница. Многоэтажный дом? Да, 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 вот и рядом стоящий. Он находится в обычном… То есть, если, не дай бог, кран упадет даже в эту сторону, он не достанет разве? По всей геометрии, по всей геометрии он не должен задевать. Хотя мы не знаем в траектории падения, в случае падения возможного. Вот сейчас вымеряем, промеряем все варианты. Спасибо. 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 Спасибо.